Привет, YouTube! Это рубрика NoiBusiness, где я рассказываю реальные истории обмана и мошенничества, которые случились с моими подписчиками. Но сегодня я начну с NoiBusiness, который произошел лично со мной. Ко мне поступила целая куча сообщений в директ от вас, от друзей и от знакомых о том, что я рекламирую чехлы и другие товары с Алиэкспресс, знаете где? В ТикТоке. Вот такие видео с моим участием выскакивают пользователям ТикТока. Для айфонов. У меня есть одежки для айфона под каждый мой лучок дня, так сказать. И прямо сейчас срочно откладываем сдобные булки, напрягаем свои, чтобы получить спортивное настроение. И прямо так чпунь. Господи, мне кажется, я с этой штукой выгляжу пошловато. Так что советую купить. И вы мне пишите. Катя, ты рекламируешь Алик в ТикТоке? Как? Зачем? Почему? Но нет, ребят, я впервые это вижу. Я не причастна к данной рекламе от слова совсем. Кто-то, а скорее всего продавец с Алиэкспресс, без моего разрешения воспользовался нарезкой моих старых видео и начал все это продавать через ТикТок. Примерно такая же история случилась с моим другом. Вот его фотография красуется на баннере в магазине с Алика. На рекламе масочек для лица и в рекламе наушников. И да, он немного в шоке. Но тут хотя бы понятно, что за магазин и кто виноват. Зато я физически не могу в этом бесконечном ТикТоке отследить магазин, который соборовал мои видео. Мне просто не попадалась эта реклама. А очень хотелось бы элементарно предъявить претензию. Поэтому, ребята, небольшая просьба. Если вам случайно выпадет в ТикТоке такая реклама со мной, то, пожалуйста, перейдите по рекламной ссылке и пришлите мне адрес магазина, а лучше саму ссылку в Директ или вот на этот вот Телеграм-бот. Я буду вам очень признательна. Ну а некоторые спросят, почему я так беспокоюсь, что мои видео крутятся в рекламах. Да потому что мое лицо могут использовать недобросовестные продавцы и даже мошенники. Как случилось, например, с одной из моих подписчиц. И в этом выпуске я хочу рассказать вам об украденных для рекламы фото, о популярном разводе на Авито с электронными кошельками и о том, почему опасно закупаться в Инстаграм на большие суммы. Ставьте лайк, если вам нравятся такие видео. Делитесь с друзьями, чтобы они не попадались на схемы мошенников. Ну а мы не будем затягивать и поехали. Кто не знает, я в своих видео очень часто рассказываю о том, как многие недобросовестные фирмы, косметологи и пластические хирурги откровенно наживаются на проблемах с внешностью. Например, на акне, на морщинах и так далее. Но еще одна прибыльная жила из той же серии – это лишний вес. И здесь классическая история. Моя подписчица в своем Инстаграм рассказала, как она похудела со 160 кг до 70. Выставила фото до и после. Реально поразительные и даже шокирующие результаты. И все бы хорошо, но через какое-то время она стала получать неприятные сообщения. Здравствуйте, меня зовут Юля. И уже почти три года я веду свой блог про похудение. Не использую никакие средства для похудения. Топлю за правильное питание и спорт. Подписчики часто скидывали мне скрины из других Инстаграмов, где использовались мои фотографии в качестве рекламы. То есть вот до 160 кг и после где-то 70-80 кг. Разница огромная, конечно. То есть они брали мои фотографии и писали то, что вот такого эффекта вы можете добиться, если выпьете вот такой-то суперкоктейль. Или съедите 100 вот таких таблеток для похудения. Тут и жиросжигатели, и детокс с очисткой шлаков и токсинов, и волшебные бобы, и систему питания, и метод сброса жира в домашних условиях без смс-регистрации. Ребята, все они откровенно врут, используя фото девушки. И под постами распространителей НЛ пишут, зачем используете фото людей, не имеющих отношения к вашему говнобизнесу? Думаю, что в самом вопросе уже содержится ответ. Слово говнобизнес. Ну, а все это лишь очередное подтверждение того, как недодиетологи и тренеры создают свою базу счастливых клиентов. Иногда настолько наглеют, что подписывают фото своим адресом. Мол, это благодаря мне девушка стала такой стройной, и не смейте воровать уже сворованное фото. Причем некоторые настолько привыкли использовать чужие фото, что даже текст постов крадут друг у друга. И как один пишут, что, ну, например, обожают людей, одержимых своей целью. И да, казалось бы, никого уже не удивить тем, что чужие фото до и после разлетаются по рекламам каких-нибудь коктейлей Дюкана и Гербалаева. Это сплошь и рядом. Многие фотки настолько вирусные, что вошли в историю. Ну, например, вот это фото видел каждый, кто вбивала в гугл слово похудение. Но особенно печально, когда чужие фото красаются у хирургов, которые выдают их за результат своих трудов. Но не так давно мне написала женщина с претензией, что она будет подавать на меня в суд, потому что она доверилась пластическому хирургу, который пообещал ей суперрезультат, суперлипосакцию, и в качестве примера использовала мои фотографии. Женщина поверила, сделала операцию и словила кучу последствий, осложнений по её словам. И теперь подаёт суд и на клинику, и хочет подавать суд на меня, потому что я якобы вела её в заблуждение. При этом я, естественно, её в жизни не видела, не видела этого хирурга и совершенно не знаю вообще, о чём речь, потому что я ничего не продаю и не являюсь ничьим рекламным лицом. Естественно, это всё делалось без моего ведома. За эти два года у меня накопилась огромная коллекция таких скринов. Обычно я писала гневные сообщения, меня, естественно, тут же блочили. И это уже настоящий кошмар. Каков шанс, что хирург, ну, которого вы, например, выбрали, выставляет в своём профиле реальные фотоработы? Вдруг он тоже ворует фото людей с просторов интернета? А как мы знаем, именно фото заставляют нас поверить тому или иному врачу. И теперь представьте, каково мои подписчицы. Получать обвинения от пострадавших и быть рекламным лицом мошенников, ну, это действительно ужасно. Представьте, что вашим лицом, например, торгуют какое-нибудь казино. Понравилось бы? Я решила узнать у юриста, а законно ли вообще использовать чужие фото? И как можно себя обезопасить от такого воровства? Любое изображение человека в социальных сетях, в фотографиях, как бы на бумажном носителе, на жёстком диске прихранения является его собственностью. В соответствии со статьей 152.1 нашего гражданского кодекса, если другое лицо берёт эту фотографию, использует в рекламных целях, используя ваше изображение, он получает доход. Не оформив это как-то документально, получается бездоговорное использование вашего изображения. В этом случае, безусловно, идёт нарушение ваших законных прав. Тогда вы имеете право потребовать либо удалить это изображение, либо же запретить его использовать в будущем, попросить выплатить компенсацию морального вреда, компенсация морального вреда, ещё раз говорю, и убытки. Возможно только в том случае, если ваше изображение, которое используется в рекламных целях либо предпринимательских, получено тогда, когда вы не позируете фотографа в заплату и нет условий этого договора с фотографом, либо тогда, когда это получено, ваше изображение в публичном, общественном месте, это какие-то собрания, съезды, нахождения на улице, концерты, представления, любую удобную форму. Да, использование чужого лица и чужих фото – это незаконно. Но как же тяжело привлечь виновников к ответственности? Судиться из-за фото, которое растащили миллион человек в интернете, как минимум тяжело и долго, как максимум еще и дорого. И как в случае с моей подписчицей, всех не поймаешь. Отсудишь у одного – украдет другой. И я надеюсь, что это видео увидит как можно больше людей, и в следующий раз вы усомнитесь в правдивости подобных кадров. Но не стоит пропускать такие вещи мимо. Для начала стоит хотя бы написать тем, кто позаимствовал твое лицо, и вежливо попросить удалить. У меня так было, например, с инстаграмом торгового центра, который использовал мое фото. И они реально его удалили после моей просьбы. Но если и это не сработает, и вам действительно очень важно, чтобы ваше лицо либо ваше авторское фото убрали из сети, то готовьтесь к затяжному суду. И к тому, что придется доказывать, что это точно ваше фото, и эти фотографии не были сделаны за плату, или не входят в другие оговорки по законодательству. В общем, все очень непросто. Ведь все, что попало в интернет, навсегда остается там. Знаете, за все существование рубрики на e-бизнес в мой телеграм-бот больше всего поступало от вас историй именно о разводах с авито. Их так много, и они все такие разные, что я вот подумала, а может быть в следующий раз объединить все разводы в одно тематическое видео? Такое, знаете, на e-бизнес, на авито. Как вам такая идея? Если это будет для вас полезно, то, пожалуйста, напишите прямо сейчас об этом в комментариях. И тогда я обязательно сниму такой выпуск. Ну а пока одна из историй из просторов авито. Старый добрый развод на электронных кошельках, но немножечко с долей романтики. А все началось со свадебного платья. Моя подписчица продавала на авито свое платье, и тут к ней постучалась печально знаменитая покупательница из Луганска. Хотела поделиться историей продаж своего свадебного платья. После церемонии я выставила на авито объявление, и мне на номер телефона пришло сообщение от некой Анны с Луганска, которая просила с ней связаться по WhatsApp. Она говорит, что да, все хорошо, она готова купить платье, готова внести 100% предоплату, и даже готова платить доставку. После чего, ну я обрадовалась, сказала, что ну давайте тогда начнем все это делать. Она мне, потом приходит следующее сообщение, девушка говорит, что ой, она позвонила во все банки, у них из-за того, что территория специфичная, они не делают переводы с России, ни один банк, ни юнистрим, ничего. Есть только ну вот вариант перевода через Киви кошелек, либо через Яндекс кошелек. Вот фоточка луганской покупательницы, но ее можно не запомнить, все равно фотку украли. Это же такое, знаете, дело обычное, как и мошенничать через Яндекс и Киви. Тут выясняется, что покупательница не может просто так оплатить платье и разойтись. Моя подписчица должна для получения денег заплатить некий налог, комиссию или что-то подобное. Она просит открыть кошелек, делать перевод, но как бы просят вас оплатить налог за перевод. Это примерно там 3-4 тысячи, как она говорит. Вы это переводите, и девушка просто с успехом исчезает. На тот момент, когда она мне скинула свои данные, я не знаю, что-то мне просто сказала, какой-то внутренний голос вбей индекс в поисковик. И по этому индексу вылетело просто огромное обсуждение ВКонтакте, где люди, начиная еще с апреля, жаловались на то, что вот их вот так разводят на деньги. И я поняла то, что я не первая, не последняя была. Они меняют очень часто номера. Мне писали с тех номеров, которых даже не было там, но фотография и как бы все эти условия, все сообщения, которые мне высылала, они полностью везде повторяются. И действительно, людям всегда пишут по одной и той же отработанной схеме. Только вот Киви может чередоваться с Яндекс деньгами. Вот типичный пример. Моя подписчица в итоге не перевела деньги, но многие другие люди повелись на развод и продолжают с ним сталкиваться. И вот, собственно, в чем его суть. Запоминайте и будьте бдительны. Мошенник находит на Авито дорогой товар. Например, свадебное платье, шубы, ноутбуки, камеры, в общем, все что угодно, что действительно стоит дорого. И начинает притворяться заинтересованным покупателем. Задает наводящие вопросы по товару. И когда речь заходит об оплате, начинаются проблемы. Перевод денег на карту невозможен, только на Киви кошелек или Яндекс деньги. И тут не все так просто. В Луганске переводы под запретом и со сложностями. Все хитро и запутанно. Поэтому нужно обязательно заплатить комиссию за перевод. Для этого Аня из Луганска кидает ссылку на оплату с Яндекс или Киви. Вот пример из истории пострадавших людей. Я перешла по одной из таких ссылок и вот что увидела. Подпись сообщения. Перевод 14 тысяч гривен с карты. Выглядит как будто от банка, даже со звездочками. Правда, ниже написан адрес перевода. Кошелек мошенника. Многие люди не вникают. Ведутся на верхнюю подпись, похожую там на подпись банка и думают, что сейчас им взамен перечислят деньги. А на самом деле тупо отправляют суммы лохотронщикам на кошелек. А все потому, что немногие в курсе, что в Яндекс есть такая услуга, как запросить деньги, а в Киви выставление счета. Где каждый может прислать сообщение с просьбой отправить ему деньги на кошелек и при этом подписать его как угодно. Вот я сама лично прислала запрос на 4,5 тысячи рублей за красивые глаза. А могла бы написать вот что-то такое. Перевод от Мастеркард на 60 тысяч рублей, чтобы получить данную сумму, оплатите комиссию. Или другие не менее гениальные разводящие сообщения, которые могут к вам прийти не только с Авито, но и по СМС-рассылке. И, ребята, хочу обозначить важный факт. Входящее поступление бесплатное. Почему вы должны платить за поступающие на ваш счет деньги? Да, комиссия за перевод в природе существует, но ее платит отправитель, поэтому с вас не должны просить никакие суммы. И вообще, когда вы продаете, вы не должны платить от слова совсем. Ну, разве что за доставку. Также вопрос к внимательности про чтение реквизитов. Все лежит на поверхности, но мы часто просто не вчитываемся. Поэтому возьмите, пожалуйста, за правило тратить время на изучение документов, начиная от чеков, заканчивая большими договорами. Следующая история печальная и поучительная. И она о том, почему лучше закупаться дороже в официальных магазинах, чем покупать в Инстаграм через перекупщиков. Моя подписчица думала, что она сэкономит, но в итоге влетела аж на 250 тысяч рублей. А все началось с простого желания купить иностранную косметику. Я решила закупиться хорошенечко косметикой, накопила денег. И давно, ну, как бы, какое-то время собирала информацию, выбирала человека, кому обратиться. И в итоге был вариант заказывать самой, но это все через посредников, это довольно много денег за доставку. Даже если ты напрямую заказываешь сайта, то нужно потом посреднику прилично так отвалить, еще и документы заполнять. Я давно видела аккаунт девушки Филониш. Сейчас она забита как про Геева. После скандала одного, в котором как раз-таки я пострадала, она переименовывалась в Королек. Аккаунт 20 тысяч человек, куча отзывов. Ее рекламировала Эля Булочка, знаменитый блогер, если кто-то в курсе. Москов Бьюти есть достаточно популярный, хороший аккаунт в Инстаграм, тоже девочка очень творческая. Я, следя за всеми этими людьми, там, Булочкой, Москов Бьюти, Филониш, видя, сколько людей пишут ей благодарные оды, решила ей к ней обратиться. Она дает мне информацию, что она в Америке находится, там магазин Сифора оффлайновый распродается. То есть, я знаю, что такие практики действительно существуют в Америке, что магазин может быть расформирован, и там может быть крупная распродажа. И то есть, она мне говорит, что ценник 30-50% от цены. Она мне говорит, скидывай ссылки на все вещи, которые тебя интересуют. Я буду подтверждать, есть ли это в наличии, если да, то я это выкупаю, ты мне скидываешь деньги, все ок. На тот момент у меня было очень много знакомых визажистов, и вообще, в принципе, девчонок, которые так же, как я, были одержимы косметикой. И заказав, потратив все свои накопленные деньги, я кинула клич по своим знакомым. И в итоге мы в течение двух недель где-то назаказывали у нее на 245 тысяч с копейками. Схема простая. Оксана из Инстаграма зарабатывала на перепродаже косметики, а народ приходил к ней, потому что по таким небольшим ценам зарубежную косметику найти было сложно. По сути, мы имеем классические незаконные продажи с переводом на карту. И все происходило на сплошном доверии. Никаких документов, естественно, никто не подписывал. И вы уже, наверное, догадываетесь, чем все это закончилось? Дыркой от Бублика, а не косметикой. Проходит три недели, я начинаю как бы пописывать, узнавать, как там дела. Вот там задержка, задержка месяц, та же история. Я уже говорю, так, дорогая моя, меня начинают очень сильно одолевать уже мои заказчики. Она мне говорит, что ой, Вер, тут капец, у нас все наши там 200 тысяч, 300 тысяч задержали на таможне, все стоит. Ну и там идут фальшивые фотографии с таможни, которые потом такие же пострадавшие, как я, находили просто в интернете. То есть она в гугле брала картинку и начинала там расписывать в постах истории, как таможня в очередной раз чудит. И действительно, Оксана Агеева опубликовала пост о том, что ее косметику арестовали на таможне. А если быть точнее, аж более 300 килограмм этой косметики. Неожиданно, так знаете, таможенники посчитали груз коммерческой партии. Ну да, вряд ли кто-то покупает 300 килограмм косметики, чтобы красить себя и друзей до самой старости. Оксана просила в своих постах веры, говорила, что все ошибаются, а также цитирую. Я не буду валяться в ваших ногах, просить подождать. Вы просто будете сидеть и ждать. И мне плевать на ваши угрозы. Я задолбалась решать ваши проблемы. Вот такие вот ваши проблемы. То есть люди передали Оксане деньги на покупку товара. Оксана на этом, на минуточку, зарабатывает. И она не отдала товар, не вернула деньги. Проблемы чьи? Правильно, сами виноваты. Прошло два месяца и все. То есть понеслась. Люди, которые меня плохо знали, начали мне угрожать. Мне писали, действительно, девочке, там, чтоб ты сдохла. Мне там кто-то из вот просто знакомых там собирался на меня писать заявление. Ну, мы, собственно, с моим молодым человеком посоветовались. Пошли. Я взяла кредит и раздала, собственно, все эти долги. А все потому, что Оксана приняла безымянные деньги на карточку и попробуй докажи, что вы у нее что-то там покупали. Такие продавцы ничем никому не обязаны. Только совести. И не важно, правдивая история с таможней или нет, Оксана это неофициальный магазин. У нее перед вами обязательств нет. И, как можно догадаться, пострадавшая не одна. Есть целое обсуждение во Вконтакте на эту тему. Собралось порядка сорока человек с разными суммами. Люди скидывают свои переписки, где пишут Оксана, ау, ау. А ответа нет. Зато некоторые получили ответ, причем вполне конкретный. Угрожать мне не стоит, окей, вопрос закрыт. И вопрос-то реально закрыт. Девушка, которая доверилась Оксане, взяла кредит, чтобы раздавать долги людям. А Оксана кому-то вернула деньги, кому-то не вернула. На этом все. И даже заявления, которые некоторые пострадавшие донесли в полицию, не повлияли на ход дела. Мораль этой истории очень простая. Каждый, кто приобретает что-то в Инстаграм, в Интернет и просто делает перевод на карту, да еще и без получения товара здесь и сейчас, должен понимать, что возврат денег, обмен товара в данном случае происходит только на словах. Никто вам не даст гарантии. Поэтому 10 раз подумайте, а стоит ли делать такие сомнительные покупки. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока.